но с вами не болтали очень рада вернуться наконец-то к вам в общем по поводу европы как я туда попадала мы просто смотрели списки стран которые сейчас открыты и одной из немногих стран была венгрия мы подали на визу туда ровно на тот срок когда мы едем в поездку потому что мы предоставляли также наши билеты и дальше уже из венгрии мы решили поехать на поезде в австрию там ехать два с половиной часа всего но мы были уверены что нас будут проверять когда мы приедем потому что австрия сейчас закрыта но когда мы приехали туда на поезде никто нас не проверил то есть у нас документов был только русский документ о том что мы переболели а там всех требует именно вакцинацию причем вакцина должна быть не спутник не там еще есть я забыла вторую вакцину но в общем вы поняли а им нужно файзер джонсон джонсон и по моему все если я не ошибаюсь так что в принципе можно сейчас попасть куда-то в европу на поезде но вот есть риск того что у вас могут не пустить потому что мы как раз рассматривали то там к сожалению тоже не очень принципе как у нас например австрию закрыли вообще сейчас то есть туда нельзя лететь по поводу масок интересный вопрос потому что например в венгрей можно носить любую маску обычная одноразовая маска респиратор там любая но вот в австрии абсолютно все носят маски респираторы и тебя никуда не пустят если ты в обычной маске только респиратор ребят в этом плане честно говоря полная вообще задница я сейчас записалась другую еще клинику вот на днях пойду там доктора специализируется по этой проблеме это болезнь называется когда фантасмия если я не путаю чем я к сожалению забыла название этой болезни но оно есть у это заболевание есть где-то по моему 30 процентов населения которые переболели коронавирусом что действительно очень много у меня теперь помимо отсутствия запахов и вкусов что тоже было ужасно прибавилось то что я вот чувствую во многих почти везде вот во всем я не знаю в косметике в еде определенные я чувствую какой-то запах знаете вот я даже не знаю не описать как запах ацетона или запах мертвичины в общем это что-то просто ужасное и я уже не знаю с чем это связано с гайморитом не с гайморитом с короной то есть у меня уже просто взрывается мозг и есть как бы сейчас определенные там препараты которые могут каким-то образом помочь но некоторым людям вообще помочь нельзя что меня безумно пугает то что я не знаю как так жить всю жизнь вот с этими ужасными фантомами вкусами то есть сейчас один из по моему самых популярных вопросов отвечу на него чтобы все успокоились я видимо какую-то рубрику делала и издание все расхватали эту новость и везде это пишут молодой человек действительно сделал мне предложение но это было уже очень давно если вам интересно я могу написать об этом пост было очень романтично но так как вы все знаете у меня сильно очень заболела мама и честно говоря все это время у меня не было никакого настроения устраивать свадьбу какое-то торжество понимаете о чем я говорю и поэтому сейчас это все такое в немного подвешенном состоянии потому что я до сих пор не понимаю хочется мне этого или не хочется я имею ввиду свадьбы конкретно поэтому я не знаю я думаю что мы сделаем просто какое-то семейное маленькое мероприятие распишемся и на этом все а может быть потом когда-то в будущем уже устроен настоящий свадьбу в общем я не знаю посмотрим я вас буду держать в курсе и ну да в общем вот так пока наверное свадьба у меня еще да у меня тоже очень сильно выпадает мне мой косметолог посоветовала витамины приорин купить их в европе но я их там не нашла к сожалению они сказали что они есть только в германии я себе взяла артамол вот две упаковки на два месяца пока не пробовала я отличный человек вы отличный человек и вместе мы отличный человек спасибо огромное состояние нормальное потихонечку